Пригласил Владимира Андреевича Пучкова, потому что у нас несколько довольно сложных ситуаций возникло ввиду аномальных погодных условий. Одна из них касается Ростовской области, Азова. Я вчера разговаривал как раз с министром по чрезвычайным ситуациям и с губернатором. Там затопило ряд населенных пунктов. Пока там ничего сверхъестественного не происходит, но, тем не менее, ситуация все равно неприятная. Меры по отселению людей были приняты. Хочу, чтобы вы мне доложили, какова ситуация сегодня, чем людям помогли и нужно ли еще что-то сделать. В центральной части России ситуация весьма непростая. Пришла такая очень снежная и сложная погода из Европы, метель, заносы на дорогах. Что сделано для разблокирования ситуации на дорогах, тоже же наложите и для нормализации движения. И хотел бы, чтобы все присутствующие с примера этой темой озаботились. Давайте с этого и начнем, потом по другим пройдемся. Пожалуйста, Владимир Андреевич, нам слово. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, 24 марта в связи с нагонной волной в Верховьях Дона произошло подтопление 21 населенного пункта, в котором проживает более 5000 человек. Были частично подтоплены автодороги, пострадало 10 социально значимых объектов. Своевременно были организованы все необходимые мероприятия по информированию и отселению населения. Всего было отселено 320 человек. Из них 56 человек были размещены в пунктах временного размещения. Остальные были размещены у родственников. Организована медицинская поддержка. Всего за медпомощью обратилось на первом этапе 2 человека, впоследствии 5 человекам оказала необходимая медицинская помощь. Все системы жизнеобеспечения в настоящее время находятся под контролем. Мы сегодня с утра сформировали совместные комплексные группы по оценке ущерба. Подтоплено 136 домов. Работают представители муниципальных образований, работают специалисты, эксперты. А также мы привлекли общественников в целях оценки реального ущерба и организации выполнения аварийно-восстановительных работ. На данный момент 7 населенных пунктов отключены от энергетики в связи с угрозой короткого замыкания. И мы сейчас сформировали аварийное восстановление бригады, которая шаг за шагом буквально по каждому дому, по каждому объекту энергетику подключает. Вода стала отступать или нет? Вода уже убывает. Минус 70 от максимального уровня затопления. Сейчас ситуация уже стабильна, полностью под контролем. И мы приступили к аварийно-восстановительным работам и восстановили всех систем жизнеобеспечения в штатном режиме. Нацелили все транспортные потоки в целях объезда тех затопленных участков, которые также подлежат ремонту. И выполняем все необходимые меры по поддержке поселения, которое пострадало. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям Ростовской области, работает оперативная группа регионального центра, работает национальный центр, управляет в тридцать ситуациях. Я уверен, что к исходу сегодняшнего дня все основные аварийно-восстановительные работы мы выполним, за исключением подключения энергетики, потому что это потребует дополнительных усилий по просушке потопленных жилых домов и социально значимых объектов. Ну, понятно, есть арбативы, но, тем не менее, еще холоды пока везде, даже и на Азовском море, и в Ростове, поэтому нужно обязательно, все-таки, как только возникнет возможность, все подключения дел, и, Павел Владимирович, вы тоже на это обратите внимание, как куратор энергетики. Если нужны какие-то распорядительные решения на уровне правительства, подготовьте документы, мы все бумаги выпустим. Дмитрий Анатольевич, в установленном порядке совместно с администрацией Ростовской области мы такие документы готовим. Как только оценочные группы закончат свою работу, в установленном порядке проект распорядительного документа будет подготовлен. Ну, ладно, теперь по центральной части России, как установка? На территории Центрального федерального округа в связи с аномальными выпадениями снега и резкими колебаниями температуры в 13 субъектах Российской Федерации возникли чрезвычайные ситуации. В связи с выпадением снега органы управления и силы были заблаговременно приведены на режим повышенной готовности. Работают активно соответствующие федеральные органы исполнительной власти. Я привел в готовность соответствующие функциональные подсистемы в режим повышенной готовности Минтранса, Минздрава, Минрегиона и ряда других федеральных структур. Также работают комиссии по честь субъектам Российской Федерации. Мы обеспечили прикрытие всех федеральных автомобильных трасс, сформировали мобильные бригады. 102 наиболее опасных участка находятся под постоянным контролем. Кроме того, мы выделили дополнительные ресурсы и совместно с Минрегионом взяли на контроль работу коммунальных служб городов в целях оказания помощи людям. Кроме того, организовано информирование грузоотправителей и тех водителей, которые перемещаются на большие расстояния. Это, в первую очередь, касается автомобилей большой грузоподъемности. А также выполняются все необходимые мероприятия по поддержке людей, которые оказались в сложной ситуации на дорогах. Развернуты городки, жизнеобеспечения, пункты обогрева, пункты технической поддержки. На тех отдельных участках, где возникают затруднения в движении, организовано постоянное продвижение всех групп автомобилей. Кроме того, мы впервые применили практику и в том числе прикрываем взаимодействие с субъектами Российской Федерации не только федеральной автотрассы, но и всей их предполагающей автомагистрали на целях нормализации движения. В целом, ситуация под контролем. Работает Национальный центр управления в таких ситуациях. По прогнозу, погода будет осложняться, возможность сюрпризы, поэтому мы, соответствующие органы управления и силы держим в режиме повышенной готовности. Мы же общаться со всеми, кто находится в движении, с водителями тоже, просто чтобы там не возникало заторов из-за неправильных действий, что у нас было некоторое время назад. Аэропорты работают? Вчера в аэропортах Московского узла была сложная ситуация. Более 100 рейсов были задержаны. Более 20 отправлены на запасные аэродромы. Сегодня, в середине дня, ситуация постепенно стабилизируется. Пока еще есть проблемы. Не все рейсы вошли в график, но к концу дня я думаю, что полностью... В целом самолеты принимают выпуск. Да, но вчера были отправления на запасные аэродромы, сегодня уже таких случаев практически нет. Я тоже хотел бы, чтобы вы продолжили контроль. И, естественно, вы мониторили, докладывали о ситуации. И, Дмитрий Олегович, вы тоже, как куратор соответствующего направления, одержите этот контроль. Договорились. Теперь несколько слов по более крупным проектам. Мною утвержден прогноз долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года. Это еще довольно дальняя перспектива. Документ стратегический. Он должен стать основой для развития отдельных отраслей, территорий, для принятия решений по осуществлению масштабных инфраструктурных проектов. И, в целом, для укрепления национальной конкурентоспособности. Темпы модернизации нашей промышленности, развития сельского хозяйства будут зависеть от бюджета и от, естественно, того, как будет развиваться наша экономика, от темпов роста валового внутреннего продукта. Там заложены три сценария, всем известные в зависимости от них, и просчитан прогноз. Понятно, что прогнозирование на 17 лет вперед всегда относительно. Тем не менее, важно понимать, к чему мы стремимся и каких результатов хотим достичь. Просто обращаю внимание правительству, что этот документ мой утвержден. Кроме того, была одобрена, подготовлена правительством стратегия развития электросетевого комплекса, было освещение президента, поставлены амбициозные задачи на сей счет. Речь идет о снижении операционных расходов, об инвестиционных расходах, о выводе с рынка неэффективных сетевых операторов, ну и, конечно, о повышении качества управления в сетевом хозяйстве, которое, мягко говоря, далеко не идеальное. В совокупности, я надеюсь, это приведет к замедлению роста тарифов на электроэнергию для значительной части потребителей. И, конечно, что не менее важно, к повышению качества электроснабжения, чтобы отключений было меньше, чтобы мы понимали, что будет происходить в перспективе. Нарушения в подаче электроэнергии должны стать исключениями. Но это вот как раз форс-мажор, о котором мы сегодня говорим. Это наши приоритеты. Уже целый ряд решений принят. Стратегия утверждена, Аркадий Владимирович. Как планируется организовать работу по новой стратегии и как будут сокращаться сроки подключения потребителей к электросетям? Подготовленная стратегия предусматривает комплекс мер. Потребуется принятие 20 нормативных правых актов. График является приложением к стратегии. И полностью принятие всех нормативных правых актов должно завершиться к началу следующего года. По месяцам расписаны все 20 актов. А в совокупности они должны привести к достижению следующих результатов. Во-первых, снижение уровня недоотпуска электроэнергии и количества потерь. У нас и термины вот эти вообще. Меня иногда просто поражает. Недоотпуск. Наши советские. Это просто нечто. Это не исполнение договора называется юридическим языком. Недоотпуск. Мы меняем терминологию. Стыдно это в шок произносить. Хорошо. Недоотпуск. Лечь идет о том, что сегодня у нас общее число часов отключения электроэнергии и количество случаев отключения электроэнергии в 10 раз выше, чем в средних европейских странах. Абсолютно ненормальная ситуация. Причем в значительной мере связанная с устаревшим оборудованием и неэффективной организацией. Именно эти задачи должны быть решены в рамках реализации стратегии. Будут введены единые технические требования, единая техническая политика по всему сетевому комплексу от ФСК до МРСК и территориальных сетевых организаций. Количество последних должно быть сокращено в разы. Сегодня у нас около 3000 территориальных сетевых организаций, подавляющее большинство из которых не являются полноценными организациями, способными реализовывать свои задачи. Они образовались, по сути, из электроснабжающих организаций, отдельных предприятий, которые существовали еще в советское время. В 90-е годы каждый пытавшийся создать себе уважение бизнесмен создавал свое электросетевое хозяйство, потому что натуральное, по сути, хозяйство было. А в последние годы, после принятия решений о либерализации рынка, возникли лазики, которые позволяют еще легче производить соответствующие юридические действия. В рамках стратегии будут введены принципы лицензирования таких организаций. Мы по ряду направлений, к сожалению, вынуждены возвращаться к лицензированию. Это одно из таких направлений. Теперь, знаете, в общем, в том, что электроэнергию производят различные структуры, различные производители, нет ничего плохого. Собственно, так во всем мире они это сдают в общую сеть. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что у нас очень в результате этого разные условия и по подключению возникают, и по стоимости. Вот это, конечно, даже в условиях нашей большой страны недопустимо. Это еще одна задача. Количество действий, необходимых для подключения к сетям электроэнергии, будет сопрещено до единичных. Не более пяти действий, хотя мы ставим перед собой более серьезную задачу прийти к трем действиям. По времени мы выйдем на показатели, предсмотрим дорожные карты национальной предпринимательской инициативы, но на совещании президент поставил задачу двигаться более быстрыми темами. И мы сейчас разрабатываем дополнительные меры, чтобы в более короткие сроки прийти к минимальным показателям по времени и издержкам подключения к электроэнергии. И, наконец, будут предприняты действия по ликвидации в большей части перекрестного субсидирования, что позволит снизить темпы роста тарифов, а где-то и снизить сами тарифы для отдельных рук потребителей. Это непростая задача, она будет решаться дифференцированно по разным регионам в разные сроки. От двух до семи лет. Тема чувствительная, и там, где возникли наибольшие перекосы, придется потратить больше времени. Тем не менее, есть определенные сроки по отдельным регионам. И последнее. Мы предусмотрели механизмы, которые позволят применять стандартные технологические инвестиционные решения для ввода новых объектов в генерацию сетевого хозяйства с тем, чтобы такой ситуации, когда издержки инвест-затраты на ввод типовых объектов различаются в разы по регионам, не существовало. Чтобы затраты были минимальными, оптимальными, это приведет к снижению инвест-составляющей в тарифе, а значит, приведет к замедлению роста тарифов. Таким образом, по всем направлениям будут реализованы в течение примерно года действия, которые позволят повысить эффективность работы сетевого сектора. Заниматься этим будет единая организация, которая сейчас создается по решению правительства с удобрением президента, УАО «Российские сети». Она подчинит себе федеральную сетевую компанию и региональные сетевые компании. Как раз и будет реализовывать те единые принципы технологической инвестиционной политики, о которой идёт речь. Это должны быть единые принципы, а не принципы, которые зависят от тех или иных лиц или от структур, пусть даже очень крупных, типа «Газпрома» или «Роснефти». Это должны быть единые принципы в стране. Вот этим и забытьтесь. Теперь к гуманным вопросам о защите прав детей. На прошлой неделе там был переполох по поводу того, обладаем ли мы надлежащей информацией о числе родившихся в Северокавказском округе. Я так понимаю, что там система учёта просто плохая, и если ребёнок не ходит в школу, то особенно это никого не тревожит. Как наладить этот учёт? Что нужно сделать, Александр Геннадьевич? Это действительно такая болезненная тема, что вам не затронуто. Несмотря на то, что мы являемся лидерами сегодня и порождаемости, у нас в 2012 году родилось 80 тысяч детей, это один из самых-таки больших показателей. В этом фоне около 250 человек выехало с территории Северокавказского федерации в округ и реально проследили, собственно говоря, куда это... Сколько выехало? 250 тысяч. А, 250 тысяч. Реально проследить количество детей в семье, которые выехали, ну, на самом деле, на сегодняшний день выяснилось оказалось достаточно сложным. Мы стали проводить соответствующую работу для того, чтобы сопоставить, собственно говоря, данные Росстата с количеством детей, которые реально пошли в школу в возрасте от 7 до 15 лет. И получили очень серьезное расхождение по цифрам. Мы сегодня не можем идентифицировать, например, по республике Дагестан, где сегодня обучаются 87 тысяч детей, которые родились. Мы не можем их найти в образовательных учреждениях Северокавказского федерального округа. По Ингушетии 20 тысяч детей, по Карачао-Черкесии 11 тысяч детей. Значит, после такой информации была создана в каждой республике правительственная комиссия, субъекта, которого возглавляет представитель правительства. Мы пригласили органы Росстата, ЗАГС, Министерство образования, Министерство здравоохранения, а также миграционную службу. И сейчас будем делать сплошную выверку по поводу того, куда дети уехали, и для того, чтобы реально получить картину, с чем мы сталкиваемся. То есть, действительно, такая очень слабая информационная база, система учета практически отсутствует. — Сегодня, значит, что надо наказать-то кого-то из этого самого правительства, субъектов федерации. Но это же люди. — Мы в течение месяца подведем итоги по каждому субъекту. — Правильно же считают, что тот, кто в школу не ходит, потом в лес пойдет. — Есть такая проблема. Там и не только эта тема, там есть и факты махинации с теми социальными выгодами, которые на сегодняшний деньг, которые мы выплачиваем в больших количествах. Мы создаем плохую почву как раз для отрицательной среды. — Давайте наведите там порядок. Ольга Юрьевна, вы в методическом плане по всей территории страны проследите за это, пожалуйста, как у кого-то что-то вопрос. — Два слова скажу. — У меня было дано поручение, оно было дано в декабре месяце о создании единого реестра данных по детям и обучающимся детям. Такая работа ведется. Вот на этой неделе у меня на четверг запланировано совещание, и наш министр господин Никифоров ведет эту тему. Он получил техническое задание, отработал его со всеми министерствами, потому что важен не просто реестр, а какие виды социальной помощи, социальных выплат предназначены ребенку в разном возрасте. Поэтому там есть портал медицинских услуг, когда должно проходить диспансеризация. Там есть портал образовательных услуг, когда ребенок должен пойти в школу. И я надеюсь, что к ее иллюминистям мы уже сможем технически приступить к организации этой работы. Хорошо. Давайте обменяемся другими соображениями. Поговорим, Андрей Иванович, с вами, с коллегами, что происходит вокруг Кипра. Там, по-моему, продолжают грабить награбленное. Поэтому нужно понять, во что эта вся история, так сказать, в конечном счете превратится и каковы будут последствия для международной финансовой валютной системы. Стало быть, для наших интересов тоже. Продолжение следует...